Добрый день всем зрителям Живого ТВ! Сегодня у нас воскресенье 27 июля и как обычно по выходным в пять часов ваша любимая передача Точка отсчет. Сегодня у нас гость поистине уникальный. Обычно к нам в передачу приходят люди, которые засветились, что ли, отметились в смежных областях. Если человек писатель, то он занимается сценарированием, он занимается работой, например, в кино, в телеиндустрии. Но сегодня у нас не просто писатель-фантаст, сегодня у нас полковник настоящий, но правда в отставке, писатель-фантаст, монархист, инструктор по боевой подготовке Роман Злотников. Здравствуйте! Добрый день, Роман! Спасибо, что пришли к нам в гости. И первый вопрос, собственно, который вызвал очень большой ажиотаж на форуме мира фантастики. Действительно ли вы полковник? Да, действительно. Честно скажу, уже не помню, когда было присвоено звание, но где-то в начале 2000-х годов, а в 2004-м, в декабре, скоро будет 4 года, я уже ушел на пенсию с 24-мя годами выслуги. Действительно можно сказать, что настоящий полковник, но правда в отставке. Ну да, на данный момент. Вернее, наверное, в запасе еще. А, в запасе, да. В таком случае, я думаю, тот вопрос, который интересует многих читателей, ваших поклонников, ну и тех, кто еще пока ими не является, вдруг такие еще остались. Как же полковники становятся писателями-фантастами? Что же вас сподвигло? Вообще, когда родился писатель Злотников? Вот у нас тут в гостях был Василий Васильевич Гловачев. На этот вопрос он сказал, что писатель Злотников Гловачев родился одновременно с человеком Гловачевым, буквально в ту же секунду. А писатель Злотников когда появился? Ну, я не могу сказать, что в ту же секунду с человеком, потому что вообще, если бы мне кто-нибудь... Ну, у меня в этом году как бы 10 лет с выхода первой книжки, вот если бы кто-то, я не знаю, там лет 15 назад мне сказал, что я могу написать книгу, я бы долго ржал и крутил пальцем у виска. Хотя к тому моменту у меня уже были кое-какие труды, так сказать, опубликованы в журнале на боевом посту. Это журнал внутренних войск МВД СССР, потому что я сначала начинал служить в спецчастях внутренних войск, а в милицию перешел только в 92 году. Так что, ну, милиционер я не очень правильный, потому что я сразу ушел в учебное заведение, сразу на кафедру боевой физической подготовки и, по существу, продолжал, вернее, делать то, чему учили, ну, просто передавал свой опыт. Вот. Что касается рождения писателя Злотникова, можно проследить некие этапы, если интересно. Да, конечно. Вот. Ну, во-первых, сначала я стал профессиональным читателем, потому что я читал очень много, очень любил фантастику, кроме этого, историю. Вот. Некие детективы, как ни странно, я любил очень мало. То есть для меня, например, из детективных писателей, ну, наверное, самый любимый Дик Фрэнсис. Вот. Ни Вайнера я не особо не читал, ни Кристи, ни, ну, как, Гарднера немножко и так далее. То есть детективы меня никогда особо не интересовали даже как читателя. Фантастика, исторические романы. Вот. Скорее... Ну, тогда сразу вопрос между строк. А кого из фантастов вы можете назвать своими учителями? Ну, наверное, всех великих. Как? Великие для всех разные. Ну, из наших. Беляев, Казанцев, Стругацкий, конечно. Вот. Из иностранных авторов, конечно, в первую очередь англоязычный. Вот. Гаррисон, Азимов, Корсак. Вот. Ну, тут перечислять можно очень долго. Я читал всех, кто издавался в Советском Союзе. Вот. Даже, допустим, такие маленькие сборники рассказов Катнера с удовольствием искал и читал. Поэтому каждый что-то где-то дал. Более того, скажем, некоторые мои вещи вообще у них говорили, что да вы там просто вот как Гаррисон там у него сдуваете. Или там, да ваш этот вот, допустим, роман похож на этого вот, на Азимовскую серию. Я говорю, ребята, ну, ну, даже если я вторичен, то вторичен по отношению к таким авторам, я думаю, что это предмет гордости, а не как бы стыда и огорчения. Поэтому я вообще считаю, что достаточно многие мои первые вещи, во всяком случае, родились из того, что я прочитал у кого-то из писателей интересующие меня, ну, понравившиеся мне вещи. После этого стал додумывать, а как дальше герои будут жить после того, как закончилась книга. Что они могут сделать, какие там у них будут жизненные перипетии дальше. И постепенно все это изменялось до неузнаваемости, потому что за первыми событиями происходили вторые, за вторыми третьи, за третьими четвертые. В конце концов, рождалась идея другой совершенно книжки, которая не была написана. Да и герои видоизменялись достаточно сильно. Так что я думаю, что вот такой путь был. То есть на основе классики, собственно, и вырос писатель Злотников? Ну, я считаю, что все достаточно успешные, я считаю, в творческом плане люди, обязательно вырастают на основе классики. Что ж, ну, это действительно можно проследить в некоторых ваших книжках. Однако я хочу спросить вот о чем. Этот вопрос тоже задавали нам на форуме мира фантастики. А читатели знают и из вашей биографии, в том числе, которую можно прочитать у вас на сайте, о том, что вы преподавали в МВД, были инструктором по подготовке, по психологии. И читатели отследили вот этот момент в ваших книжках. То есть у вас в книгах очень много действий и спецподразделений, очень много, может быть, такого вот казарменного быта, наверное, еще с ваших курсантских времен. То есть это действительно дает некую пищу для письма, причем именно фантастического письма? Или вы просто вот считаете, что, ну, скажем, в будущем ничего не изменится, казарма останется той же? Не, ну, в чем-то да, в чем-то нет. То есть все зависит от того, казарма какого подразделения, в каком, скажем, в каком уровне, под какие задачи это подразделение заточено. Оно не изменилось и до сих пор, в общем-то. То есть если мы возьмем, допустим, я не знаю, отряды древних греков, именно профессиональных солдат, потому что древнегреческие, допустим, войска состояли как из профессиональных военных, которые занимались только этим, например, тот же священный отряд в ФИВах, вот, или спартанская армия в целом, так и из ополчения. Кстати, у меня по этому поводу была дана такая схватка, стычка с одним из журналистов демошизоидного, как называют, направления. Когда мы с ним заспорили о том вообще, что есть свобода, что не свобода, что есть ответственность человека, или, скажем так, в каком мире социум касается каждого из нас, вот, я ему задал вопрос, ну, не знаю, это лирическое отступление. Ну, давайте закончим. Ну, давайте закончим. Как, значит, что такое социум, что слово социум означало, ну, изначально, когда оно только начало применяться. Вот, и, ну, как он не знал, я ему объяснил, что вообще социум означал круг людей, которые в случае нападения врага имели право на защиту городских стен. Причем социум, он разделялся не горизонтально, например, там все свободные имели право, а все рабы нет, а так вертикально. Например, часть рабов имела право на защиту городских стен, а часть свободных людей нет. Например, такая категория свободных людей в греческих полюсах, как Метеки, она, в общем-то, не имела права на защиту городских стен. Вот. То есть вы думаете, что похожая ситуация сохранится и в далеком будущем? Она сейчас до сих пор сохраняется. Мы имеем, скажем, некое количество, скажем, людей, у которых права расширены, некоторое количество людей, у которых права ограничены по отношению к закону. Другой вопрос, что нет той зависимости, которая была в древних греческих полюсах. То есть, продолжая рассказ про тот спор, значит, этот человек начал возмущаться. Что же, говорит, вы имеете в виду, что какой-то из граждан мог не попасть под защиту городских стен? Что я ему остановил? Говорю, извините, вспомните, кто был гражданами. Какие обязанности возлагались на гражданах в греческих городах? Гражданином мог быть только человек, приписанный к какому-то подразделению. Поэтому граждане были не за, а на городских стенах. За городскими стенами находились другие, те, кто не обладал правами граждан. Если продолжать милитаристские тенденции в литературе, у того же Гаррисона, который мы сегодня вспомнили, есть роман «Космическая пехота», «Звездный рейнджер» нас еще переводит, где достаточно четко расписывается некая гражданская система будущего общества, где полноценным гражданином может стать только человек, отслуживший в армии. Ну не только в армии, там, ну как армия. Прошедший гражданскую службу. Да, прошедший службу некую. Но он, в принципе, просто взял и перенес устройство, я не знаю, там, древних государств, практически всех. То есть, допустим, это же было и в египетском государстве, это же было и, там, я не знаю, у хетов. Просто в гораздо меньше организованном виде. То есть, там могли существовать какие-то разночтения, вот. А в римском, допустим, и в греческом государствах это присутствовало. Он просто взял их и перенес вверх. И я, в принципе, понимаю, почему. Потому что он, ну как, я считаю, что любой человек, который занимается просто, как бы, как минимум литературой, долгой литературой, не журналистикой, которая семиминутна, по большей части. А долгой литературой, то есть, когда он пишет достаточно крупные произведения, рассказы, романы, вот, повести, он просто вынужден, исходя из того, что, допустим, когда человек занимается теннисом, у него сам по себе, так сказать, создается особая теннисная, так сказать, осанка, когда правое плечо вперед, правая рука сильнее накачана, чем левая, и так далее, и тому подобное, чаще всего. То есть, человек, который занимается литературой, долгой литературой, он вынужден развивать в себе некие аналитические способности. И в этом смысле фантастика дает для этого максимальные возможности, потому что тебе приходится это делать. Так вот, Гаррисон просто те проблемы, которые мы сейчас видим в западных демократиях, начал отслеживать гораздо раньше. Он пытался каким-то боком хотя бы выстроить какую-нибудь версию, которая помогла бы этой демократией удержаться подольше в истории человечества. То есть, не просто отслеживал, а предлагал некий вариант решения, вы так считаете? Да. Ну, раз уж мы заговорили о аналитических тенденциях, о фантастики как о жанре, в одном из предисловий к вашим книгам, если мне память не изменяет, это первая книга цикла «Империя», была высказана следующая идея. Вообще у нас в литературе ведения идет достаточно долгий спор о том, что же такое фантастика, то ли это жанр, то ли это прием, то ли это что-то еще. И вот у вас там была высказана следующая идея, что фантастика — это еще один литературный прием, который просто вот с точки зрения некой гипотетической ситуации позволяет автору раскрыть абсолютно вечные темы. Собственно, насколько сейчас вы придержитесь этой позиции и как глубоко вы сами ее разрабатываете? Ну, честно говоря, на абсолютно вечные темы я не особо замахиваюсь. Я пытаюсь работать с тем, что творится в стране. Если мне не изменяет память, там была проведена параллель между Раскольниковым Достоевского и капитаном Немо, то бишь принцем Дакаром Жюль Верна. О том, что, собственно, идея-то у Жюль Верна, если отшелушить все эти технические подробности, то та же самая, то есть «тварь я дрожащая» или «правая имею». То есть вы вот уже отошли от этой идеи или все продолжаете? Нет, я считаю, что дело в том, что в отличие от литературы, которая, скажем, очень часто исследует психологию, ну, как хорошая литература, она всегда психологична, достаточно серьезно. Та ее часть, которая называется фантастика, может заниматься такими вещами, как прогнозирование и сценирование. Причем она может заниматься не только прогнозируемым и сценированием, но и некой работой с текущей ситуацией. То есть когда ты показываешь, до какого абсурда могут довести ситуацию нынешние господствующие тренды в социальной жизни, в науке, в религии, в, я не знаю, там, к стремлению к свободе или к каким-то другим, или наоборот, к стремлению к твердой руке, то, ну, скажем так, наиболее активная часть населения, я могу сказать, что у меня есть некий свой социологический срез людей, которые читают фантастику. Как ни странно, продолжают читать фантастику до, скажем так, достаточно взрослого возраста, люди очень мобильные и обладающие компетенцией обучения. То есть человек продолжает учиться, хотя ему 40, 50, 60 лет, и он уже, там, мультимиллионер или даже миллиардер. Я знаю и таких. Очень часто, кстати, наши политические вожди говорят, что они любят русскую классику, но когда начинаешь понимать, беседовать с ними, вдруг выясняется, что они просто вообще ничего не читают. Ну, когда-то он слышал какие-то названия, может быть, даже прочитал одну книгу из трех, но названия знает три. И он их начинает узнать. Так вот, когда человек говорит, что он любит и читает фантастику, в 99 случаях и 100 это правда. То есть он может перечислить не три, а сто названий, не все их читал. Ну, не обязательно. Сейчас, допустим, на этом этапе он читает меньше. То есть я знаю, что среди моих читателей есть масса громких имен. Причем некоторые начали с такой специфической книжки, как «Империя», а потом подсели. То есть когда меня знакомили, допустим, с Кириенко, было сказано, что помните, мы вам давали книжку «Империя» почитать, значит, как раз это автор. Он ко мне повернулся, говорит, «Да я все ваше прочитал». То есть после «Империи» послал просто помощника и скупил весь магазин. Ну, в смысле, что там было злотников. Вот, приблизительно такое же было еще у нескольких товарищей в достаточно высоких чинах. Я, в принципе, сам был в некотором шоке, потому что я как-то считал, что я действительно пишу в основном для молодежи. То есть идея о том, что фантастика – это подростковое чтиво, литература, тело и так далее, она, в общем, себя изжила, и вы ее не поддерживаете? Нет. Ну, я, во-первых, по собственному опыту уже знаю, что это не так. Я знаю, что, например, та же «Империя» в начале 2000-х была настольной книгой в ЦСР «Северо-Запад» в Центре стратегических разработок. После этого, как меня познакомили с некоторыми из ее руководителей, я достаточно долго ходил за дачами. Я считаю, что фантастика, чем хороша, она может именно просцинировать какое-то развитие ситуации в стране. Во-вторых, она может поставить вопрос, на который не имеется, значит, фактологического, а есть статистический ответ, статистический достоверный. То есть, часть народа, так сказать, почитала, почесала репу, сказала «О, а я хочу жить вот в такой стране, вот в такой хочу жить». То есть, раньше у меня было все это размазано, непонятно, так сказать, что-то хочется, а кого не знаю. Картинку никто не показывал. Да, что-то хочется, а кого не было образца. А сейчас вот есть образец. То есть, конечно, воплощение в жизнь будет совершенно не тем, что описано в книге. И, может быть, даже, грубо говоря, перпендикулярным, но в любом случае какие-то элементы описанного в жизни обязательно встречаются. Например, вот по поводу империи тоже пример с военной реформой. Раз уж мы затронули этот цикл, империя, наверное, действительно ключевой в вашем творчестве, о нем больше всего говорят. Я немножко расскажу вкратце для тех наших зрителей и для наших будущих читателей, кто еще, может быть, не ознакомился. Этот цикл достаточно оригинальный в нашей фантастике. В Западе действительно несколько раз появлялись похожие произведения. У нас, наверное, никто еще не пробовал этим заниматься. Фантастика всегда делилась, ну, скажем так, техническая, НФ, всегда делилась на две части. То есть, это фантастика будущего, где летают огромные звездолеты и покоряются новой солнечной системой. И так называемая фантастика ближнего прицела, которая берет некий временной отрезок от сегодняшнего дня, там плюс 5-10 лет, и смотрит, что вообще может произойти. Собственно, Роман вот поставил перед собой задачу посмотреть, что, собственно, находится между этими двумя ситуациями, что находится между нашим завтрашним днем и той самой огромной космической империей, которая, в конце концов, так сказать, должна получиться. Вот появился этот цикл, открывался он, если не память, взять романом «Виват Император». И тогда эта книжка вызвала достаточно много дискуссий, в том числе и негативных, в первую очередь, потому что вы, Роман, достаточно четко свою позицию в предисловии отметили о том, что вы являетесь убежденным монархистом, за что вас достаточно активно критиковали. Вот давайте поговорим немножко об этом. Почему такую форму правления вы считаете наиболее подходящей? И, собственно, что может быть в военной среде это где-то зарождается такая вот тяга к единоличному лидеру может быть из-за этого? Как это все получилось? Ну, я не думаю, что... Ну, как, может быть это и играло роль, но я не думаю, что ключевое. Дело в том, ну, лучше, наверное, дать немножко более пространный ответ. Да, да, конечно. Вот. Дело в том, что вообще основные формы правления прописаны еще почти три тысячи лет назад. Платоном и Аристотелем. То есть демократия, монархия, олигархия. Чистых их уже после этих трех тысяч практически не встречается. Но они постоянно меняли друг друга на протяжении всей нашей истории. То есть в какой-то момент очень активно развивалась демократия. Потом ее сменила олигархия. Потом ее сменила монархия. Потом опять в разных местах начали пробиваться ростки демократии. Потом опять эта демократия вырождалась в олигархии. Потом опять объединялась страна, та же Италия, которая была разделена на куски несколькими великими морскими республиками, которые правили олигархи. Они назывались демократическими, но правили там олигархи. В той же Венеции купеческие семейства. Потом Италия объединилась под властью монарха, и вроде как все пошло гораздо лучше. Ну и так далее, так далее, так далее. Сейчас у нас довольно интересный период, но не новый, далеко не новый, потому что во все времена, если так сказать, заглянуть вглубь истории непредвзятым были времена, когда казалось, что наступил конец истории. Что вот наконец создана идеальная форма правления, воспитан, так сказать, или вот-вот будет воспитан идеальный человек, то ли это англичанин, то ли немец времен классической немецкой философии, то ли совершенно свободный американец, то ли новый человек всего прогрессивного человечества советский и казалось, что все. Сейчас наконец-то выбрана идеальная форма правления, идеальная форма организации общества, идеальный набор ценностных качеств и компетенций и выше ничего человеку просто по физиологическим возможностям не дано. Последний раз это была, конечно, статья Фукуяма «Конец истории». Но сейчас уже совершенно понятно, что что-то с этой демократией на Западе не так. Во-первых, не такая уж она и демократия, поскольку она демократия скорее не народная, манипуляционная. То есть я вот не так давно писал предисловие книги одного из наших политтехнологов. И очень откровенная книжка и совершенно четкое понимание того, что при наличии определенных технологий и установления контакта между руководителем предвыборной компании кандидатом избрать можно любого. Абсолютно любого. Там зэка, не знаю, вора, пьяница, алкоголика. самый простой пример Мавроди. Но что про него было неизвестно в этой стране? Что про него было неизвестно? Он был избран депутатом Государственной Думы. Вот. Поэтому есть некие идеальные представления о демократии, которые в общем далеки от жизни. Так же как и о монархии. То же самое. Вот будет умный, красивый, хороший, благородный царь, и у нас все будет нормально. Ну есть вероятность, что он будет, но не меньше вероятность, что будет не очень умный, весьма средний, сероватенький. А есть вероятность, что будет деспот самодур. Но вы понимаете вообще, как сказать, во-первых, в современных условиях при уровне развития коммуникации деспотизм уже достаточно слабо вероятен в тех предельных формах, которые существовали в средневековье. Я же говорю, что сейчас все эти чистые формы размыты. монархия невозможно без элементов демократии, так же, как и невозможно без элементов олигархии. Например, американская демократия это завуалированная олигархия. Я совершенно четко понял про работу американской политической машины, когда сопоставил несколько фактов. Во-первых, сколько из президентов США были друг другу родственниками в тех или иных масштабах. Уйма получается. Не говоря о последнем примере, когда отец и сын в уши. Например, такой знаменитый президент Франклин Делану Рузвельт. Он был женат на племяннице Теодора Рузвельта, другого американского президента. И таких связей, когда в эстеблишмент высшего уровня США выходят представители практически одних и тех же семей, если брать в более широкой трактовке кланов. Масса. Мы все знаем о клане Кеннеди. Там был и президент, там были другие. О клане Милсона тоже много говорили. Совершенно верно. В принципе, для того, чтобы войти в клан Кеннеди, вообще не обязательно носить фамилию Кеннеди. Больше того, не совсем, как мы видим сейчас по Шварценеггеру, не обязательно быть демократом. Но надо войти в клан. Причем, деньги там решают далеко не все. Мы знаем, что на последних нескольких выборах были независимые кандидаты, которые были готовы затратить миллиарды на свою предвыборную кампанию. У них не получилось, они вне клана. Они не вошли, так сказать, ни в республиканские, ни в демократические кланы и предвыборные машины. И, ну, один из них потратил там то ли 20, то ли 200 миллионов долларов, а был готов потратить там от одного до двух миллиардов и ушел в предвыборной гонке, сказав, что у меня нет шансов. Исходя из вашей позиции, получается, что все-таки монархическая форма правления, пускай в неком конституционном варианте, наверное, лучший вариант? Вы понимаете, тут чем меня привлекает монархическая форма правления? Я в свое время написал материал, который отправил в известие, и к моему изумлению его даже опубликовали. Называется он «Монархия. Мать-достатка». Можно, по-моему, на сайте на него найти ссылочку. Но я не буду раскрывать все преимущества в моих глазах монархии, я просто хочу сказать об одном. В системе государственной власти появляется человек, которого а, изначально на протяжении, так сказать, все его жизни готовят. Тренирует быть правителем. тренирует быть правителем. И Б, который находится в позиции, когда он не может отпилить от страны Газпром. Или, я не знаю, как это, Норильск. Но он находится в этой позиции, потому что не может уйти с этой формы проблемы. Совершенно верно. Не, ну как, уйти, в принципе, случались такие ситуации, когда и сами правители, так сказать, подавали, и их вынуждали уйти. То есть, мы выбираем в первую очередь, конечно, не конкретного человека, а некую династию, некую школу по воспроизводству. То есть, дальше надо будет создавать школу по воспроизводству правителей. Но сама позиция, я вот закончу мысль, то есть, человек может передать своему сыну только страну в целом. Никакой кусок страны, ни один банк из этой страны, ни там, ни металлургический комбинат, ни область. То есть, либо страна в целом, либо, скорее всего, тебе голову отрубит. Потому что революция произойдет, ты допустишь состояние этой революции, и в конце концов, ты как-то плохо кончишь. Ну, или сбежать придется, и жить там, я не знаю, приживало, где-то еще. В книге Вилат Императора вы очень четко на эту тему выразились, что когда президент начинает разворовывать страну, то меняет президента, когда монарх начинает разворивать страну, то меняет форму правления, меняет монархию. Меняет монархию. Но давайте все-таки посмотрим непредвзято на эту книгу. Действительно, несмотря вам, может быть, или даже вне зависимости от вашей идеи, она появилась в тот момент, когда подобных книг было достаточно много, когда стало модно писать о том, как мы вот сейчас возродим Россию, и она всем устроит Кусьпину мать. Нет, наоборот. То есть, ну как, нет, с одной стороны, да, в этом смысле книга про то, как мы тут устроим Кусьпину мать, притом, я бы не сказал, что мы возродим Россию. Нет, в то время, наоборот, книг о возрождении России практически не существовало. В то время народ ностальгировал по СССР, то есть появлялось достаточно много книг по поводу того, что СССР не разваливалось в 91-м, или там существует в некой параллельной реакции, когда они входят в некое завещание, замещение в этой параллельной реакции, американские там, допустим, авианосцы гибнут под ударами авианосцев СССР с красным флагом и красной звездой, то есть, вот такие вот варианты. я помню сам несколько книг, во-первых, Федя Березин очень активно в этом направлении писал, и, в принципе, я с удовольствием их читал, потому что я тоже ностальгировал на СССР. У Юрия Никитина было несколько книг на эту тему. У Юрия Никитина цикл ярости в первую очередь. Честно говоря, вот это я не читал. Как раз в чем основная проблема, почему этот цикл про императора так критиковали, он вызвал такую ярость, может быть, у некоторых наших, ну не то чтобы националистов, государственников. Дело в том, что, если кто из наших зрителей Живого ТВ не читал цикл этого романа, я скажу, там руководящей ролью, локомотивом этого возрождения России становится некая группа нелюдей, скажем так, иных, как сейчас принято выражаться, бессмертных, которые встали во главе России. Собственно, вопрос был такой, что у нас-то здесь своих воспитать нельзя, настолько все плохо, что нужно буквально инопланетян, иных людей привлекать, чтобы они Россию учинили. так и было, в общем-то, как ни странно, то есть, ну как, и возрождение-то по большей части пришло как раз с иными, просто они были не из другой страны, а с другой организацией, я могу сказать так, вот, из государства в государстве. в принципе, вопрос-то в чем? Давайте вспомним вот конец 90-х, начало 2000-х, когда эта книга появилась. Казалось, что нам не хватает денег, да? Вот сейчас у России 700 миллиардов. В общем-то, кое-что, конечно, изменилось. Но я, например, совершенно четко знаю, что основная проблема высшего руководства страны в том, что не на кого посадить, я не знаю, использование этих денег. То есть, нет механизмов, ведь, ну, по моему мнению, почему все-таки Медведев стал одним из ключевых, ну, в смысле, ключевым претендентом на президентский пост, потому что он смог с какой-то долей эффективности вытянуть национальные проекты. То есть, их не разворовали, что-то, так сказать, в этом деле появилось. Вот. То есть, он показал себя человеком, который может создать механизм по утилизации вот этих имеющихся в России денежных средств. При которой... Как сейчас принято выражаться, по освоению. По освоению, да. То есть, по освоению не по распилу, а именно по освоению. Поэтому, когда мне говорят, да подумаешь, что там Путин сделал, елки-палки. Да с такими бы деньгами, я говорю, вот нет, с такими бы деньгами, если бы у нас остался незабвенной памяти Борис Николаевич, у нас бы было миллиардеров на 50 больше, но никакого ставфонда в стране бы не было. То есть, у нас было на 50 миллиардеров больше. А по-прежнему, остальные проблемы остались. Пенсии бы не платили, зарплаты бы не платили, никаких новых разработок в авиастроении, сейчас будем надеяться, в судостроении, не пошло бы. Но зато было бы на 50 миллиардеров больше. То есть, мы можем сказать, что эта группа бессмертных во главе с Сеославичевым это некий иносказательный образ тех ставленников спецслужб, которые пришли во власть. Нет, они еще до этого не дотягивают. У меня были обсуждения этой книги в нескольких группах, ну как, в сингтанках, где народ пытался допытаться, когда я все до этого дошел. И мне там объяснили вообще, что я там написал. Ну, понял. Вот, мне объяснили, что я там написал. И вот два фантастических элемента, то есть, вот этих вот бессмертных и обладающих гигантскими деньгами, вдруг оказалось, что, ну как, это просто литературный прием. На самом деле, все таки есть. То есть, количество денег в мире чудовищно. Например, у одной Японии несколько триллионов лишних долларов. Вот, вы знаете, что в японские банки не платят процента. Более того, если ты положил деньги на счет, с тебя полпроцента в месяц снимается. То есть, там нет возможности зарабатывать на банковском складе. Там в минусе банковский склад. Но поскольку это невозможности нет, то есть, японцы, так сказать, встают на уши, чтобы некоторым образом компенсировать вот эти полпроцента денег за пользование банковским складом массой услуг. Поэтому люди деньги в банки все равно кладут, потому что гораздо легче, скажем, решать многие финансовые проблемы по поводу оплаты всяких яких. То есть, денег лишних в мире десятки триллионов, наверное. То есть, я точно это не скажу, я не финансист, но я думаю, что действительно десятки триллионов. Эти деньги можно взять под совершенно смешные проценты, три процента и так далее. То есть, деньги в мире есть. Нет проектов и нет, скажем так, конкретных структур, под которые эти деньги могут дать. Потому что тут уже ключевой вопрос не доходность, а надежность. То есть, это должны быть абсолютно надежные проекты. То есть, деньги в мире есть. Первый фантастический элемент ушел. И описанная в книге вот эта структура банк здравомыслящих людей и фонд содействия о возвращении монархии, если мне память не изменяет, это, собственно, есть вот ваше предложение, некий вот клан, на который можно опереться. Вот, теперь идем дальше. Значит, что такое бессмертность? С точки зрения, конечно, фантастики, это очень такой распространенный ход делать бессмертным одного человека. Ну, это же не обязательно. То есть, вот такие долгие проблемы, которые надо решать в настоящем современном мире, они имеют длительность 30-50 лет. 30-50 лет. Если эта проблема не решена в течение этого времени, то либо страна исчезает, начиная разваливаться, там, на разные другие, либо там бизнес разоряется, либо что-то еще происходит. в принципе, это неким образом срок жизни одного человека, но максимум пары-тройки поколений одного рода. Пары-тройки поколений одного рода. То есть, мы опять возвращаемся к монархии. Да, если мы возьмем... Не, не обязательно к монархии, ведь рода-то существует практически везде. Вы помните, у нас в советское время были династии столеваров, династии военных? Да, но мы сейчас говорим о династии правителей. Если идти по ступенькам, то следующая династия это династия владельцев и управленцев какого-то бизнеса, от Пумы до Форда, допустим. Там же в этом, скажем, родовом деле семейство Форд часть людей к Форду никакого отношения не имеет. Они там художники, поэты или кто-то еще, юристы, которые занимаются семейными разводами. Ну, как вот захотел, какой-то из сыновей или дочерей открыть свой собственный абсолютно отдельный от Форда бизнес. Он им и занимается. Но существенная часть продолжает иметь некое отношение к концерту Форда или концерну Toyota. Я не знаю точно, я могу ошибаться, скажем, допустим, в отношении конкретных концернов, но они существуют. Эти люди привлекают к себе на службу классных менеджеров, когда чувствуют, что сами не тянут. Они участвуют в этом деле в первую очередь на том уровне, который сами тянут. Кто-то идет, допустим, в дизайнеры, кто-то идет в финансовые директоры, кто-то, в конце концов, допустим, как, допустим, тот же бывший управляющий фольксвагена, племянник парше, по-моему, внучатый, он был одним из крупнейших руководителей этого концерна, и он принадлежал к этой управляющей семье. То есть, когда мы рассматриваем некий род управленцев какого угодно уровня, который понимает, что это дело его родовое, и он продолжает его действие, вот вам и бессмертны. Если этот род продержится лет, я не знаю, там, 50, а то 100, а то и 200, вот, или, допустим, он каким-то боком передаст это дело другому такому длительному роду, вот вам и бессмертны, которые могут делать очень долгие, сравнимые, и даже превосходящие по длительности человеческую жизнь проекты. То есть, по существу, как выяснилось, фантастики в этой книге достаточно мало. Чем еще меня привлекает монархия, тем, что, в общем, я не знаю, нужен вот такой некий, пусть не формализованный, а может даже и формализованный, класс людей, в которых, ну, среди веера, среди массы других задач, там, собственного успеха, там, процветания семьи, там, воспитания детей, обязательно имеется задача процветания страны. Обязательно. Причем, это задача на уровне собственного выживания. То есть, в этой семье, в этом клане, в этой, что ли, как бы это назвать, род правителей, да, одно из основных векторов задач, да, которое с ним должно идти все время рука в руку, это процветание страны. Вы так ставите вопрос? Да не только в клане правителей, а в клане, я не знаю, людей, которые просто живут в этой стране. То есть, что такое, в первую очередь, правитель сейчас на данном уровне? Это, в первую очередь, образец для подданных. И он может просто начать задавать эти образцы каким образом? Допустим, восстанавливая институт дворянства. Но не так, ну, я не знаю, как это будет называться, это может быть не дворянство, что я сделал с тиранцами, да? То есть, это по существу некий управленческий класс, который, среди которых не все могут заниматься управлением далеко. Кто-то, значит, служит в армии или полиции, кто-то просто занимается частным бизнесом, вот, персонально под какие-то свои задачи. Но это процесс отбора, то есть, надо запускать процесс отбора и надо его некоторым образом условно формализовать. Вот это люди, которые, на плечах которой стоит, я не знаю, страна. Значит, они имеют некое отличие от всех остальных людей. Ведь кто создал британскую империю? Не британская экономика, а британское образование. То есть, как только у них появились школы, в которых начали массово производить британских джентльменов, то есть, людей с определенными ценностными наборами. Или, как сейчас говорят, управленческие кадры. Совершенно верно. Так и разрушилась британская империя, по моему мнению, конечно, в первую очередь не из-за того, что какие-то центростребительные тенденции, они существовали всегда. Более того, скажем, осуществление единой экономики на территории британских империй с транспортными возможностями девятнадцатого века, то есть, викторианскими, а это вершина развития британской империи практически, оно гораздо сложнее, чем, допустим, в сороковых, пятидесятых годах, в тридцатых годах двадцатого века. Просто две мировые войны, к сожалению, для Британии, выбили чудовищное количество вот этих людей, джентльменов, которые являлись таким поясом, стягивающим империю британскую. И, ну, как, сама имперская идея, которая, в общем-то, в первую очередь империю объединяет, не экономика объединяет, а именно идея. Она потеряла своих носителей. Хорошо, давайте немножко оторвемся от политики, а то мы очень глубоко взошли, немножко вернемся к, собственно, самому творчеству вашему роману. Нас спрашивают очень много и на форме мира фантастики, и меня лично спрашивали перед началом этой передачи. Ну, банальный вопрос, но я не могу его не задать. Ваши творческие планы? Ну, сейчас я сдал в издательство очередную книжку. Это будет «Четвертый гром». Называется он «Прекрасный новый мир» этот роман. То есть совершенно понятно, что «Гром» переносится в следующий мир. В этом мире я планирую о нем написать три романа. Ну, как они вам понравятся, уже не мое, так сказать. Я не могу сказать. Мне эта книжка нравится, то есть я бы ее с удовольствием читал. Вот. Сейчас у меня такой интересный проект, я даже не знаю, доведу я его до конца сейчас или все-таки отложу на будущее. Я просто считаю, что сейчас у нас одна из ключевых задач вообще страновых – это создание некого образца страновой элиты. То есть то, что у нас сейчас исполняет функции элиты, то есть продуцирует, производит образцы и правила их потребления, она как-то быдловато выглядит. на мой вкус, конечно, я не знаю, может, я ошибаюсь. А если элита быдловатая, то и страна такая быдловатая. То есть что такое элита? Элита – это те, кто производит образцы и правила их потребления. Все остальные в соответствии с этими образцами как-то к ним относятся. Кто-то им подражает достаточно большая доля, кто-то там по их поводу плюется, кто-то кидает в них грязью, кто-то высокомерно игнорирует. Но если образцы существуют только такие, в конце концов теряются ориентиры. То есть надо дать какой-то другой образец. Получится у меня это, не получится, не знаю. Но в любом случае это будет достаточно экшеновский боевик. Так что если я не буду убедительен в основной задаче, читать это все равно я думаю будет интересно. Это не имеет отношения к одной из предыдущих книг, которая называется «Нужны князья ани Тати». По-моему там уже в заголовке прописано такое построение. не, но как книга не будет иметь отношения ни по миру, ни по сюжету, ни по варианту, но по задачам основным я считаю, что именно это. Я считаю, что у нас сейчас не хватает нормальных образцов, не просто для подорожания, а хотя бы так для выверки, для задания точек отчет. Потому что у нас достаточно долгое время, наверное, до сих пор существовало две позиции. Если ты неким образом обеспеченный, даже не богатый, вот такой обеспеченный, то значит вор развратник. Или там, я не знаю, в любом случае достаточно большой негативизм в этом сидел. А значит положительным героем для нас очень долгое время был такой конкретный пацан. То есть у нас и народный фольклор, и самая популярная музыка, и кино на эту тему снималось. То есть все более-менее положительные герои были такие либо простые, либо сложные, но конкретные пацаны. Сейчас, слава богу, от этого ушло, но если включить некоторые телеканалы, то от этого еще не ушло. Конечно, я имею в виду, это не полностью исчезло и никогда полностью не исчезнет. Более того, я могу себе представить ситуацию, при которой, скажем, я с удовольствием послушаю то, что называется русский шансон. Но когда это вокруг и этого столько, то есть у каждого должна быть своя ниша. У каждого должна быть своя ниша. У нас в разговорный язык плотные словечки поперли таким масштабом, что в общем вам не горюй. Все эти обрухи кинуть. Наш уже постепенно подходит к концу. Давайте немножко быстренько еще два вопросика я вам задам. О вашем творчестве. Вы очень часто пишете книги в соавторстве с начинающими молодыми писателями. Собственно, это ваша идея или это предложение издательства? Ну, скажем так, не очень часто. И сейчас уже я так понял, что не с молодыми, не совсем с начинающими молодыми, потому ситуация какова. Вообще с начинающими молодыми у меня было три попытки. И ни одной из них нет. Пожалуй, парочку можно назвать удачной, а остальное количество, ну, как я имею виду пару книг можно назвать удачными, а остальное количество не очень удачной. Вопрос в том, что у меня сначала были иллюзии, что я каким-то образом помогу автору. Потом они прошли, потому что ситуация какая. Если книга получается удачной, говорят, ну, злотников, что хочешь. А если неудачной, а этот вот ему там все испортил. Поэтому наоборот я получается не помогаю. каким-то боком выдвигаю. С другой стороны, скажем, задвигаю товарища. С другой стороны, скажем, все, кто со мной работал, все говорят, что они из этого что-то дополучили. Кто-то много, кто-то немного, кто-то получал это. Поэтому негатива полного у меня к этому нет. Но я всегда, когда начинается проект, а проект действительно предлагается издательством, причем изначально была мысль вообще оставить одну фамилию Злотникова на обложке. Но я сказал, ребята, все, кто работает над книгами, должны быть на обложке. Такого не бывает, что значит нет. Писал один, подписывался другой. Во всяком случае, со мной могу гарантировать, что такого это никогда не будет. Если какая-то книжка неудачная, то я ее сам написал. А там одна фамилия Злотникова, то я ее сам написал точно. Поэтому в начале, говорят, ты готов к тому, что вот так будут говорить? Ну да, готов. Ну тогда говорят, смотри, вот есть положительные факторы от нашего сотрудничества, они заключаются вот в этом, в этом, в этом. Есть отрицательные, они вот в этом, в этом, в этом. Если ты согласен работать на таких условиях, давай попробуем. Но в принципе я сейчас понимаю, что наверное наиболее удачные вещи получаются, когда люди довольно близки по мировоззрению и по наверное качеству работы. То есть один может быть чуть более раскручен, другой скажем не до конца еще раскручен. Но в принципе пишут они близко и на похожем уровне. То есть в этом смысле такие проекты я собираюсь продолжать достаточно большим удовольствием. А совсем с молодыми авторами наверное у меня уже вряд ли проекты будут. Ну что же последний вопрос на форуме мира фантастики нас читатели активно пытали. Тоже в общем видимо вчитывались в вашу автобиографию, то что вы написали про себя на сайте. И нашли там такие строчки о том, как бедный писатель Злотников мучительно вечером садится перед компьютером, пытается что-то написать, ему все вокруг активно мешают. И вот там у вас есть такой пример, что бывает так, что вы сидите перед компьютером, выдавливаете из себя пару строчек, которые точно потом все равно пойдут в слив. И читатель, но видимо тоже молодой автор, интересуется, а как вы с этим боретесь? Не, ну сейчас у меня гораздо больше возможностей бороться. Сейчас я вообще себе тамотворчество устраиваю. То есть пытаюсь вообще выйти от процесса мешания. Покупаю там двух-трехнедельный тур куда-нибудь в гостиницу к Теплому морю. Ну, недорогой, потому что мне что там надо. Ноутбук и возможность гулять. И уезжаю. И вот основная масса текста, конечно, пишется так. Револьвер, зубная щетка, вот все, что нам понадобится. Вообще, самое популярное, возвращаясь к этим моим службам, самые оригинальные автографы меня взяла одна знакомая из научно-методического центра МВД. Это был автограф на методической работе, которая называется «Обучение стрельбовиновских». И когда я там стоял в толпе, подписывал, значит, это, ну, на одном из конвентов, по-моему, на Росхоне, там несколько человек собралось, человек 6-7, кому надо было подписать книжки. И она пробрала, говорит, а мне вот так пробралась, а мне, говорит, эту книжку подпишешь, я долго смеялся. Большое спасибо Роману за то, что вы смогли сегодня выбраться к нам в передачу. К сожалению, время дошло к концу, передача наша не вечно, хотя говорить можно в любое количество часов. Всех наших зрителей Живого ТВ, всех наших будущих зрителей мира фантастики жду через две недели, как обычно, в воскресенье снова в эфире будет ваша любимая передача «Точка отсчета». А сейчас всем удачи, до свидания. До свидания.